доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вашему вниманию статью под названием как показать феноменальное качество игры другое название статьи оно однословная зона к сожалению забыл зафиксировать автора просьбы высказаться по поводу статьи ссылку на которую даю в своем блоге статья называется использование световой и звуковой технологии чтобы войти в зону в спорте и в жизни а вот и ссылка на эту статью те кто хочет увидеть ее зайти по этой ссылке зайдите на блог тут все есть что такое зона приведу цитату из этой статьи которая больше похожа по своему объему на книгу они на спортивную статью итак начало цитаты способность выключить рассеянность и смятение и сконцентрироваться в нужный момент чтобы не происходило вокруг оказалось ключом к использованию максимума таланта спортсменов вдобавок к этой демонстрации исключительных способностей вследствие умения концентрироваться следует сказать о выступлениях намного превосходящих талант конкретного спортсмена то есть десятка в фигурном катании или гимнастике победа со счетом 606060 в теннис или 10 в гольфе такой бешеный скачок уровня в спорте известен как зона высочайший результат находящийся за пределом нормального исполнения конец цитаты моя реакция это состояние максимально возможного взлета концентрации внимания сил сосредоточенности проявления своего таланта а теперь цитата где говорится о признаках попадания в зону когда спортсмены говорят что они в зоне я чувствую что они имеют в виду особое состояние души и тела при котором возможно достижение невероятных уровней исполнения с легкостью что невозможно в обычном состоянии некоторые объясняют это так называемым концентрационным коконом которые окружаются знания и отстраняют от окружающего замыкая только на том что происходит здесь и сейчас не думая о том что произойдет дальше и не оценивая настоящее некоторые описывают состояние зоны как переход от одного момента к другому без оценки ситуации и при отсутствии негативных мыслей говорят это такое состояние как будто время остановилось и все движения совершаются как в замедленном кино спортсмены в зоне не чувствует ничего кроме целеустремленности и совершенно спокойный в пиковый момент исполнения высочайшего уровня а порой и опасного один фигурист рассказывал мне что когда он был в зоне у него было чувство как будто он наблюдает себя со стороны к сожалению по молодости лет его испугало это ощущение он не знал как его объяснить но выступление было признано лучшим за пять лет и заслужило первое место на мировых соревнованиях я заметил что пребывание в зоне может испугать спортсмена так как очень отличается от обычного состояния или быть расценена просто как удача далее есть так много разновидностей состояния зоны что такое состояние может представлять множество комбинаций разных чувств никогда не испытываемых человеком в сознательном состоянии например тот фигурист который как бы смотрел на себя со стороны во время выступления никогда не испытывал ранее такого чувства отрешенности поэтому он испытал шок и объяснил это состояние как счастливую случайность хотя он показал свою лучшую программу теннисисты рассказывают что в состоянии зоны мяч визуально кажется больше его полет медленнее гимнасты рассказывали мне что в состоянии зоны их ощущения таковы как будто они выполняют чрезвычайно опасные обязанности как замедленном кино хотя многие из рассказов спортсменов о пребывании состоянии зоны кажется необычными и трудными для понимания и осознания я чувствую что есть общие характеристики которые следует выделить с целью тренировки тех кто хочет войти в состояние зоны самая общая и я думаю самая важная черта зоны это душевное спокойствие относительно расслабленное тело каковое состояние описывается как спокойная готовность к действию я понял что это такое состояние души и тела когда душа и тело взаимосвязано и не восприимчивы ни к внешнему вмешательству ни к внутренней растерянности конец цитаты моя реакция я бы даже сказал что зоны это состояние близкое как стазу а может быть это и есть сам экстаз состояние зоны близко и понятно тем кто знаком с работами духовного мастера разниша ашо те же кто фанатично предан академической науке которая по своей сути материалистично от пяток до макушки никогда не признает такое состояние как реальность и когда таким людям говорить о том что в состоянии зоны теннисный мячик становится больше и летит медленнее они это спишут на состояние транса как результат больших психических нагрузок наследствие переутомления найдут миллион причин чтобы не признать существование этого явления жрецы материалистического восприятия реальности скажут что это явление имеет флуктуативный случайный характер и он не подчиняется никаким закономерностям мол причина всего этого очень большие нагрузки и накопленная до этого усталость они никогда не скажут о гармонии души и тела они никогда не скажут что подобное состояние когда все получается на высочайшем уровне возможно только с очищенным от всякого негатива эмоций мозгом зона это состояние максимальной концентрации и чем выше духовное развитие человека тем дольше он может держать это состояние по времени зона это недоступный для современного футбола уровень о чем мы вообще говорим если моя футбольная идеология моя методология это космос для современных тренеров извините за нескромность то состояние зоны и все что этому способствует для них это не то что космос это другая вселенная приведу еще несколько цитат характеризующих такое явление как зона первая цитата отсутствует реакция на внешнее воздействие внутренние мысли как будто душа и тело работает одновременно и на одной волне я думаю что такое исполнение без прикладывания усилий и чувства отрешенности и равнодушия отмечены отсутствием самосознания отрезанностью от внешнего воздействия и внутренних желаний приятное возбуждение от взаимной активности души и тела все что нужно в этот момент чтобы чувствовать себя довольным и удовлетворенным в этом состоянии взаимодействия души и тела нет необходимости в признании внешнего мира или в собственной оценке следовательно душа остается спокойной а тело расслабленным в состоянии взаимодействия души и тела вы можете пребывать в зоне и выйти из нее вместе с выходами из состояния взаимодействия душа тела конец цитаты или такая цитата еще одна важная черта пребывания в состоянии зоны это тотальная концентрация на текущем моменте способность отключить все мысли о прошлом и предположение о будущем и сконцентрироваться на настоящем самая общая характеристика состояния зоны это состояние безвременья о котором говорят спортсмены побывавшие в зоне есть результат присутствия только здесь и сейчас и концентрации на текущем задании футболисты нападающие мне рассказывали что в таком состоянии кажется будто ты владеешь всем временем мира чтобы сделать нужный пас даже если на тебя налетает защитник на огромной скорости игроки в гольф рассказывали что четырехчасовой раунд по ощущениям занимал 20 минут такое ощущение времени может возникнуть только в состоянии когда душа и тело едины и присутствует в одном моменте тогда немысленный не физический негатив не нарушает складно складного процесса спортсмен знает и чувствует только то что должен что должно произойти это происходит и так по опыту я бы сказал что самые важные факторы состояния зоны это единство души и тела сигнал соотношения шума и тотальная концентрация на текущий моменте конец цитаты моя реакция думаю что в целом ситуация ясна а теперь два слова касающиеся сигнала соотношения шума вот эта цитата еще один важный момент это сигнал соотношения шума который в данном контексте является намерение спортсмена потребность заглушить любой внутренний шорох скажем где состояние глубокой зоны требуется сигнал в 100 ватт и когда мощность сигнала падает до 80 процентов или становится 80 ватт вы уже вне зоны конец цитаты моя реакция на этот сигнал и какое-то там соотношение не обращайте внимание ребята почему потому что в статье это описано человеком который не понимает о чем он пишет сигнал соотношения шума это бред сивой кобылы почему потому что не сказано к чему соотносится шум например крепость напитка это соотношение количества спирта к общему объему напитка с чем соотносится шум этого автор статьи не говорит я мог бы рассказать об этом но с целью экономии времени лучше это делать не буду сказанного и так с головой чтобы понять о чем идет речь а теперь выскажу свое соотношение к озвученному в статье то что написано в статье это реально правильно и очень востребовано для спортсменов но зачем об этом говорить эти сазами у нас проблема если футболист не умеет принимать мяч с помощью уступающего движения принимающие ноги то что он придут продемонстрирует состояние зоны что свою карикатурную технику приема мяча ведь состояние зоны это не волшебство где неумеха становится мастером зона это состояние когда все твои умения проявляются на самом высоком уровне и если уровень исполнения того или иного технического элемента у тебя находится на уровне плинтуса то что ты покажешь состоянии зоны насколько бы мы 0 не умножали результат всегда будет нулевым а вывод прост ребята вначале разберитесь с футбольными азами а потом уже думаете о состоянии зоны если вы без всякого состояния зоны освоите азы футбола я подчеркиваю азы то ваша команда будет непобедимой если же командные кондиции превысят уровень азов футбольной техники то мировой футбольный трон будет несбыточной мечтой для всех команд кроме вашей если же игроки твоей команды смогут достигать уровня зоны то количество пропущенных голов соперниками будет исчисляться двузначным числом причем первая цифра будет не единица и не ноль атлетизм это слово написано на знание на знамени современного футбола когда мировой футбол сотрет это слово и заменит его словом техника вот тогда и наступит благословенное время где понятие зона будет актуальным это мое мнение которое никому не навязываю а человеку который дал мне ссылку на эту статью высказываю особую благодарность так как этой темы мы заглянули в двадцать третий в двадцать четвертые века нашей цивилизации какой же будет футбол через 200 300 лет аж дух захватывает зона будет обычным состоянием футболистов во время игры в те благословенные времена будет почти невозможным попасть на стадион из-за бешеного спроса на билеты завидую потомкам у меня все ребята пока если ролик вам понравился ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди еще очень много интересного неожиданного и эксклюзивного